Число жертв в годы Великой Отечественной войны среди мирного населения Беларуси не менее 3 миллионов человек. Зверства фашистов и коллаборантов не дают покоя ни тому поколению, ни нынешнему. А потому расследование по делу о геноциде белорусского народа идет до сих пор. С 9 по 31 марта нынешнего года Брестская областная библиотека имени Горького проводит месячник историко-культурно-правовых знаний. Правовая весна приурочены году исторической памяти. В его рамках прошел семинар, основная тема которого – геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Брестская областная библиотека проводит системную работу, прежде всего, с одной стороны, по поиску, систематизации и хранению материалов, связанных с историей Великой Отечественной войны, в том числе и по истории геноцида. С другой стороны, идет активная работа по популяризации этой литературы среди читателей, среди разных читательских групп. И вот представляемая сегодня выставка и сегодняшний этот день – это как раз яркое тому свидетельство. Цель такая – прежде всего донести до молодежи историческую правду о войне, чтобы знали и помнили, какой ценой нашими дедами и прадедами завоевана эта свобода. Главные гости семинара – директор Государственного архива Брестской области Анна Карапузова и старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева. Спикеры представили студентам юридического факультета университета имени Пушкина архивные документы и фото, отражающие зверства фашистского режима в годы Великой Отечественной войны, а также рассказали о ходе расследования, которое Генеральная прокуратура заново возбудила в 2021 году. За год опрошено порядка полутора тысяч человек и установлено еще 26 мест захоронений на территории нашей страны, где покоятся мирные люди. Эти мирные граждане погибли в ходе расстрелов со стороны оккупантов. В ряде из этих мест уже проведены раскопки и мы видим результаты по экспертиз, которые подтверждают факт расстрела мирных граждан. И кроме того, мы нашли в ходе раскопок подтверждение того, что расстреливались не только мужчины, но и женщины, и дети. Эти факты неприемлемы, являются достоверными, подтверждены рядом архивных документов, а также показаниями еще живых свидетелей. Практически ничего не удалось бы найти и фактически заново завести дело, если бы не государственный архив Республики Беларусь, в том числе и Брестской области, в котором хранятся все исторически важные документы, а также свидетельства жестокости немецко-фашистских захватчиков. Именно их представили на выставке о геноциде белорусского народа. В государственном архиве Брестской области находятся на хранении документы, по которым можно установить факты геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Это как документы, созданные непосредственно в страшные годы войны, во время оккупации, то есть это документы оккупационных органов управления, созданные в 1941-1944 годах. И документы, созданные уже после войны, по воспоминаниям очевидцев тех страшных событий, которые в рамках работы чрезвычайной государственной комиссии по установлению фактов злодеяний и нанесенному ущербу проводилась работа. Мы собирались все свидетельства, по которым можно судить, насколько тяжело было мирному населению в годы войны. Страшные преступления тех лет не имеют срока давности, поэтому о них говорят и ищут виновных до сих пор. Расследование уголовного дела – это своего рода инструмент по противодействию реабилитации нацизма, который, к сожалению, процветает в мире и сегодня. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ